Здравствуйте! На портале Экзогет.ру с вами Протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами поговорим об удивительной и уникальной заповеди. Среди десяти заповедей есть предписание о том, что нужно почитать родителей. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо, и чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе». Очень часто эти слова истолковываются немножко превратно. И давайте с вами разберемся в нюансах. Во-первых, это единственная заповедь, которая сформулирована в положительном ключе. Все другие заповеди — это некое отрицание, некий запрет. Это единственная заповедь, где Бог по-настоящему на чем-то настаивает и предписывает, как именно нужно себя вести, как нужно поступать. Все другие — это запрет. Не работать, не поклоняться и так далее. И чаще всего переводят вот как в русском переводе «почитай». Этот перевод вполне удачный, но не совсем. Дело в том, что слово «почитать» достаточно однобокое слово, однозначное слово, одностороннее. Но в оригинальном тексте употреблен глагол, который буквально означает «предать весомость», «утяжелить». Нам это кажется немножко непривычным. Но вот замечательный синоним слово «почитать» — это слово «уважать». Иногда в сознании людей возникает образ любви, и кажется, что Господь нас заставляет любить отца и мать. Но именно «уважать». Уважение — это действительно высшая форма любви, но она оставляет определенную дистанцию. Уважение — это всегда почтительная любовь. Но еврейский текст еще более удивительный. Здесь возникает образ весомости, тяжести. И этот образ имеет всегда два значения. Прежде всего, положительное значение. Во-первых, когда мы придаем весомость кому-то, это означает, что этот человек для нас имеет важное значение, весомый. И действительно, отец и мать — это самые важные люди в нашей жизни, потому что именно через них мы получили дар жизни. Потом они посвятили себя тому, чтобы нас вскормить, о нас заботиться, нас воспитать. И поэтому отец и мать на всю жизнь остаются самыми главными людьми в твоей жизни. Лучшее, что в тебе есть, иногда худшее, что в тебе есть, этим ты обязан именно своим родителям. Поэтому о них невозможно забыть и невозможно их игнорировать. Они сыграли решающую роль в нашей жизни. И поэтому достойно и правильно к отцу и матери относиться с уважением, воздавать честь, благодарить. И здесь речь идет не о том, что ребенок должен беспрекословно слушаться старших или заботиться о престарелых родителях. Нет. Здесь именно образ какой-то глубины. Здесь некое такое глобальное уважение, признание. И в каждой семье это происходит по-разному, потому что в каждой семье по-разному распределяются роли. Роль отца и матери, мужа и жены. В каждой семье распределяется по-разному. Но за этим стоит и очень важная другая идея. Нужно понимать, что жизнь – это прежде всего дар. И ошибка современного человека не для того, чтобы кого-то критиковать или обличать. Просто это нужно понимать. Жизнь воспринимается, что человек может сам себя сделать. Жизнь – это какой-то объект потребления. Но Библия нас учит тому, что жизнь – это бескорыстный дар. Это не означает, что нужно заслужить любовь своих родителей. Нет. Любовь родительская – это тоже бескорыстный дар. И жизнь – это та цепочка благословения, которая передается от Бога, его первому сыну Адаму. И потом через потомков Адама передается каждому из нас через родителей. И это тот дар, который мы должны передать, в свою очередь, своим детям, своим потомкам в той или иной степени, материально или духовно. И замечательно, что эта заповедь – единственная заповедь, которая объясняется, для чего это нужно, какова цель, каков смысл соблюдения этой заповеди. Здесь сказано, чтобы тебе было хорошо, и чтобы продлились твои дни. И речь идет дальше о земле, которую действительно дал Господь, потому что земля – это тоже дар, это тоже наследство. Это земля, которая вносит урожай, и поэтому ее нужно возделывать для того, чтобы ее передать в процветающем виде своим потомкам. И тем самым умножатся твои дни на этой земле, как некое благословение. Такова положительная сторона этой заповеди, это легко относительно понять. Но есть и другой аспект. Дело в том, что утяжелить отца и мать можно истолковать в другом значении. Дело в том, что иногда присутствие родителей в твоей жизни, их роль в твоей жизни, иногда становится слишком тяжелой. Они имеют слишком большое давление и власть в твоей жизни. Выбор родителей и решение родителей иногда слишком тяжелым бременем тяготеет над судьбами их детей. Грех отцов может лечь тяжелым бременем на плечи сыновей, настолько, что сын в своей жизни столкнется с дурной славой, с какими-то трудностями, с насилием. И в заповеди, которая говорит о субботе, тоже есть интересный момент. Запрещается работать и одновременно запрещается заставлять работать других людей. Значит, ни ты сам не работай, ни твой сын, ни твоя дочь, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой и так далее. Непришелец. То есть здесь есть намек на то, что в действительности бывает так, что родители заставляют своих детей работать даже в субботу. Фактически они их порабощают. Дети становятся заложниками и рабами, амбицией, своей корысти, каких-то страстных желаний своих родителей. И тем самым теряют свободу. И это им очень мешает жить именно той жизнью, которую для них хочет Бог. И поэтому здесь возникает некое предупреждение. Для того, чтобы если в твоей жизни открывается момент, что влияние родителей становится слишком тяжелым и разрушительным, то нужно быть готовым с уважением поставить определенную границу этому. Почему? И более того, это вменяется в некую обязанность. Если родители слишком тяготеют в твоей жизни, это значит, что-то нужно отодвинуть в сторону. Для того, чтобы эта иго тебе не мешала жить и быть свободным. Родители не могут принимать за тебя решение в твоей жизни, выбор профессии, выбор твоего супруга. Они могут лишь дать свое благословение или выразить совет. Но если это будет грубое вмешательство, то это будет разрушительно. Таким образом, эта заповедь нас учит и тому, что в определенном смысле по-настоящему честь и слава Отца, это, конечно, воспитать достойного сына, который не будет рабом своих корыстных желаний Отца, истинно освобождает. И поэтому заповедь эта нас учит творить правду, творить истину в отношении того, что является нашим источником, нашей семьей, нашим ближайшим окружением, нашими родителями. Не повторять ошибки своих родителей. И для того, чтобы никто, прежде всего родители, не помешали во всей полноте тебе раскрыться в твоей жизни. И поэтому и сказано, ты можешь почитать родителей, ты можешь их ласкать, ты можешь заботиться о них, все, что посчитаешь нужным. Но важно, чтобы при этом твои дни умножились, чтобы твоя жизнь процветала на земле. Та жизнь, которую тебе Господь дает на этой земле. И это единственная заповедь, которая указывает, зачем все это нужно. Смысл всего завета, смысл той любви и того отцовства, которое к нам проявляет любящий нас Бог. На портале к The Get.ru с вами был протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Субтитры сделал DimaTorzok